Привет, друзья! Это с Амигос, продолжаем играть в симулятор художника. Сейчас, я так понимаю, что осталось еще две главы, либо вообще одна, зависит от того, что за дверцей должны появиться здесь волосы, дочки, да, и... Что такое? Шугаюсь, скрип такой реальный под ногами у него. И вот, и либо здесь будут сломанные кисти, либо появятся, либо не появятся, потому что сломанные кисти, мне кажется, это точно такой же предмет, который должен быть здесь, тогда остается последний, последний предмет в шкафу. Вот, значит, спонсор, сегодняшний спонсор храбрости Денис Пугачев, заславший на пива Андрей, так что... Все, выражаю благодарность, все дела, а теперь... А теперь айда шугаться. А что темень-то такая? Раньше хоть за дверью светло было. Что-то мешает дверь открыть, по-моему. Лишь бы что-то, а не кто-то, я считаю. Что за звуки? Как будто кто-то что-то двигает. Двери открывает. Кто, где, что? Что за звук-то? Флур, Крипс, Трапс. Крысы, короче, бегают, что-то жрут, боюсь ходить. Заебись. Что все закрыто-то? Тут вообще как будто гранату взорвали, блядь. Весь паркет отлетел. Наверное, молдаване стелили. Открылась со второго раза, сучара. Да-да. Закрывайте, закрывайте. Не больно-то хотелось. Да это что за... Наполеон осматривает свои владения. Ой-ой-ой-ой. Как громко скрипит. Звуки, конечно, в этой игре, ну, просто пять с плюсом. Я не знаю, где. Вроде... Вроде инди-разработчик, да? Звуки такие. Папские, просто профессиональные. Я в последний раз такой качественный... И обосрачный звук слышал, когда в первый Dead Space играл. Что это такое? Она все меньше и меньше становится. Ёп твою мать. Мамку делал. Глаз. Блядь. Это какой-то Интерстеллар начинается. Та-да-данк. Пятик... Это, пятое измерение началось. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Ну, еще. Почему этот психодел? Это что такое? Глаз кровавый. Но это не скример. Это так. Семечки. Видимо, главный герой в обморок гроханулся, что ли. Вазочка, сундук. Они были в той комнате, но они не так стояли. Даже не знаю, надо ли... Вообще там на стене много, много места для записок, а записок я нашел очень мало. Снова этот перекресток. Там заколочено. Там хер его знает. Блядь, показалось, что сидит кто-то. Эта стена просто треснула. Чё с дверью-то? Она на пружине, что ли? Крысы везде, они ползают по холстам, повсюду. Повсюду огонь. Вот выход. Походу... И вот так выбесили крысы, что он, сука, сам поджег свой дом, и в нем сгорела и жена, и дочь, и собака. Тупой ублюдок. Блядь! Ёб твою нахер, библиотека твоя, сука, мамку делал. Сука, я твой домик пушки нашатал, ё-моё. Ой, блядь. Чё такое? Чё за хуйня? Чё она не от него, блядь? А чё она не открывалась-то? Это чё, это жена его такая, что ли? С крысиными зубами? Вампир какой-то, ёб твою мать. Вот красотка. И чё? А чё за марива там? Нахер, нахер, не трогаю, не трогаю, не трогаю. О, блядь. Это не я. Это не я. Я ничего не ломал. Ой, блядь. Хоть и стемнело. Блядь. Хеллоу? Anybody here? Мазафака, где-то тут дверь была. Я всё вижу. Я всё вижу, сука. Свечки поджигай, поджигай. Чё надо-то? Чё за круг экзор... А чё, крысы нарисованы с другой стороны? О, я не трогал, я не трогал, я не трогал. А, может, надо на картину наступить наоборот? Чё такое? Понеслась, понеслась. Дверь, 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 я вижу дверь. Блядь, закрыта? Конечно, закрыта, ёб твою мать. Куда ещё-то, куда ещё-то? Пойдёт. О! А туда не пройти, туда не пройти, туда... Сука, его крысы сожрали. У него, наверное... У него, я так подозреваю, фобия какая-то. Он крыс боится. Крысофобия как-то... Наверняка есть у этой фобии какое-то название. Но есть же арахнофобия, боязнь пауков. Есть. У каждого страха есть там своё название. Вот какое-то, наверное, есть у крысы. Наверное, она у него. Ну, крысы-то в половину не так... Это, бля, вообще не страшно по сравнению с его женой, которая тут где-то ходит, тварь. Чё за... О! Привет, Сайлент Хилл. Смотрите, какие стены. Ёб твою мать! Кресло. Креселка-то жёнушки. Значит, жёнушка-сучка где-то здесь, блядь. Где моя? Фуфыр. Фуфыр. Блядь. Сука, переволновался и облил, облил свою чистую футболку. Только одел, твою мать, из-за этого... Из-за этой, сука, жёнушки-тварей. А она стирать-то не будет, блин. Чё тут? Да почему дверь-то, блядь, не открывается с первого раза, а? Я заметил, что они стали с третьего раза открываться, с пятого. Чё за хуйня? Ебать! Ебать! Нахуй! Нахуй! Чё за хуйня? Отъебись от меня! Я чё-то деньги на столе... Чё-то больше не помогу или не помогает, хуй его знает. Нахуй пошла. Нахуй пошла. Чё-то шкаф какой-то подозрительный. Нахуй, 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 не пойду. Открывай это говно. Типа что, обратно идти, что ли? Я слышал, она, сука, плачет где-то, эта мразь. Давай, блядь. Да я хуй туда пойду, ёптую мать, давай. Сука. О! Заебись. Счастливо оставаться, дрянь, ебаная. Чё это такое? Реально уже, сука, рука левая трясётся. И сомневаюсь, что это алкоголизм. Слишком рано. Чё за говно-то? Чё за... У него механизмы... Механизмы в стене. Мама. Мама. Там тоже какая-то хуйня. Чё это такое? Тянуть наш. Чё? 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 Кто это орал? Давай потихонечку, потихонечку. Ебать, ебать. Дверь, дверь пропала. Давай тогда нахуй, по-быстрому. Ну, это мужик какой-то орал, я не знаю, кто это. Да ладно! Может, ещё потянем? Чё темно-то как, блядь, в очке. Дверь. Давай. А вот через эту дверь эта, сука, не пройдёт. Ах, блядь. Сука, неужели на неё нахуй где-то нарваться можно, а? Она, знаете, напоминает тёлку из звонка. А колбасит её, как из какого-то другого ужасника тоже была какая-то баба, которая колбасила прям так вот. Опять этот ебливый коридор. Мышки, 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 блядь. Чё это такое? Оп. Тут нихера нет. Туда не пройдём, назад не пойдём. Опять нихуя... Ой, блядь. О! Блядь, лифт давно я тебя не видел, дружище. Вези меня отсюда. Нахер. Даже не знаю, куда вверх. Не, наверное, на первый надо съёбывать из этого дома. Да хуй там плавал. Ну да, давай наверх-то. Куда-нибудь давай едем уже, нет? Дерьма кусок. У меня даже лифт не слушается. Это восстание машин какой-то. Я говорю, на первый надо, идиот. Мы проехали, по-моему, три... Ой, блядь. Чё за хуйня? Ой, блядь. Опять она идёт. И чё делать? Something turn around, something turn around, something everywhere, something everywhere. Something turn around, something turn... Чё, хуёво? Работа... Блядь, ну можешь залезть и отсосать тогда мне, тварь ебаная. Если тебе не нравится, как я песни пою. Нет, блядь, нет, сука, нет, 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 блядь. Ой, нихуя не страшно было. Я был готов. А говорят, скример ожидаем, это не страшно. Главное булки сжать поплотнее. Я думал, я думал, она как-то... Как-то я думал, что свет моргнёт, а она прям передо мной окажется. Вот это был бы скример. А то, что она там же появилась, где она и должна была появиться, где я её и ждал, это уже не скример, это уже фуфло. Но она, в принципе, умеет появляться сзади, поэтому я думал, что она как-то... Как-то так. Слушайте, а я здесь был уже. Я чё, я проиграл, что ли, и начал сначала? Да не. Я же от неё заебись бегал, а это был скрипт. От скрипта-то не убежишь? Чё за... Уродский вопль был только что. Мудак ебаный, блядь. Что он нахер? Ну я так уже, чисто по спине уже холодок такой проходит. Уже не дёргаюсь, как бы. Не закрыть. Опять она плачет, блядь. Она чё, у неё уныло с утра до вечера, что ли? Опять санина какая-то. Что это такое? Говорят, что я обхожу скримеры. Ну вот я зашёл. Я думал, тут чё-то будет. В итоге нихера. Не надо меня обвинять. Если я прошёл мимо какого-то шедеврального скримера, значит, блядь, это был херовый скример, если его можно обойти. Чё, мне их специально ходить искать, что ли? Чё это, блядь, такое-то? Ну я предлагаю пройти мимо, но, блядь, опять распиздятся в комментах. Давайте посмотрим. Это она. Это она. 3D-графика её колбасит. Ну и чё, подойти или ну её в жопу? Я думаю, что ну её в жопу. Пусть дальше сидит ну эта тварь. Никакого к ней сострадания нету. Кто-то постучался? Бежим. Опять этот кабинет. Обосанный, обосранный, блядь. Это где он, наверное, рисовал свои рисовалки. Тут ещё записка была, которую я, кстати, не перевёл. Чё такое? Пошёл в жопу! Чё такое? Три-шесть-три? Зачем-то можно свет поврубать. Если совсем сыкотно. О! Краска. Это его медали? Нихера он, блядь. Сын Адольфа просто. Все немецкие... Опа! Звоночек-то в другой тональности уже звонит, слышите? А где телефон-то, блядь? Я чё-то не вижу. Он на столе же стоял. Вот на этой дырке на какой-то. Но у него же не мобила играет, правильно? Большой телефон должен где-то здесь быть. И он меняет тональность, что мне не очень нравится. О! Уже громко. Уже громко. Чё за? Подожди, чего? Ну-ка наушники прибавлю. О! За окном, что ли? Да ну нахуй. А! Чё, книга звонит, что ли? О, прикол. Алло! Чё такое-то? Чё там, чё там, чё там? Телефон. Прикольно, блядь. Оп! Оп! Чё такое? Книги какие-то вывалились. Арика. А чё это они? Чё-то написано, может? Может, тут какая-то книга ещё блымает? Чё надо-то? О! Понятно. Какой там у охотников за привидениями, блядь? Приезжайте, ёбаный в рот, кто-нибудь. 9-1-1. А! 3-6-3. У меня в детстве, кстати, я успел заставить телефон и на дисках такой угар. Три-6-3. Чё? Три-6. Чё хули он звонит-то, ёбаный? Три-3. Чё за? Чё, ещё один, что ли? Чего? Ёб твою мать! Ёб твою мать! Пианино, что это такое? Я так и знал, что мы в каком-то... Что мы в какой-то картине. Просто Интерстеллар. Просто, сука, Интерстеллар. Финал фильма. Пятое измерение. Музыка такая вообще зачётная. Бля, классно нарисовали. Ага, вот и дверь появилась. Спасибо за то, что играли в ранний доступ, в раннюю версию. Мы надеемся, вам понравилось. И мы... Можем подождать. И выпадать что? Мы можем подождать. Видимо, они потом концовку допилят. Но допилят только концовку. Потому что это должен был быть конец игры уже. Оставался... Оставался один предмет найти. Я думаю, они просто... Они просто концовку не смогли придумать. И поэтому так обрубили. Вот чё я думаю. Но в любом случае, это, сука, было дико страшно, блядь. А, и что? Это было, знаете, не то, что лучше, чем какой-нибудь Гритберт, который вышел там две недели назад. Этот хромированный кусок говна. Это, знаете, это такой, как бы... Фак-офф игре Silent Hill 5. Этот... Ну, который должен был выйти, да? Эксклюзивно на PlayStation. Но в итоге так и не вышел. Потому что там чё-то случилось, короче. Вот. То есть инди-хорроры делают только... В смысле, хорроры теперь делают только инди-разработчики. А нормальная компания, да, собралась сделать хоррор, обосралась и в итоге ничего не сделала. Ну, говно какое-то. Причём мне знакомый чувак сказал, что... Посрались потому, что этот... Как его, японец-то этот, который там хорроры делает... Сука, всё время забиваю, как его там зовут. Миками. Синдзи Миками. Или как там, блядь? Или Хатурь. Ну, вы поняли, короче. Который Silent Hill все эти делал, короче. Вот он пригласил какую-то бабу сделать музыку. Типа баба музыку написала. Он ей заплатил... Ну, вернее, он ей заплатил. Там дорогой какой-то музыкант, короче. Она написала музыку. Он сказал, говно. Пошёл прямо в эту компанию разработчику. Говорит, дайте мне ещё денег. Музыка, говно. Надо ещё, блядь, купить. Они ему говорят, слышь, ты ёбу дал. Ади-ка ты нахуй вместе со своей музыкой. Короче, он сказал. Ах так, пошли в жопу. Я домой. Всё. И в итоге и этот Гильермо Дель Торо, блядь, пролетел с Silent Hill. И Норман Ридус, которого вообще туда непонятно зачем тогда подписали. И, короче, всё пошло по пизде. Из-за сраных, блядь, звуков каких-то. Вот обратите внимание, что инди-разработчик, инди-разработчик, скорее всего, всю вот эту музыку, которая здесь играла, блядь, из интернета скачал и сделал охеренную игру. А Silent Hill 5 и вместе с этим, блядь, японцем, нахрен, пусть, блядь, пусть, сука, яйца ему полежут, тупые уроды. Вот. Я специально, кстати, не стал записывать Silent Hill этот, который вышел на ПК там. То есть ту игру, которую сделали из ошмётков Silent Hill, мне насрать. Я целый Silent Hill хотел. Мне кусок Silent Hill нахрен не нужен. Вот. Вместе со всеми их скримерами и прочим говнищем. То есть была бы целая игра, был бы разговор. Нет, целая игра, идите в жопу. Короче, вот так вот. Фу. Ну, несмотря на то, что этот хоррор, блядь, обломно, конечно, он закончился, но просто говно какое-то. Я, блядь, думал, что сейчас в конце там что-то великое, что-то расскажут, блядь, и нихуя в итоге какая-то надпись обосранная, обоссанная, блядь, на весь экран. Спасибо, что играли, идите в жопу, блядь. Ну, короче, понятно, у него, он был художник отморозок, блядь, срезал кожу со спины жены, блядь, нарисовал там на ней, не знаю, может, золотые купола какие-нибудь нарисовал там, из дочкиных волос кисти сделал. Кстати, тема дочки в игре не раскрыта, но сделал он кисти из волос. Дочка-то от этого не умерла, куда она делась-то? Непонятно. Вот, а потом его заебали крысы, короче, он, походу, был какой-то этот, как-то его называют, шизофреник, короче, изжег дом, нахуй, чтобы крысы сдохли. Вот, и еще изжег вместе с домом собаку, жену и, видимо, дочку, я не знаю, что-то типа того. И теперь он, видимо, бухает. Короче, я не знаю, пишите свои версии, короче, или можете версию концовки написать просто. Я хрен его знаю, если игра выйдет, я-то в пиратку играл, мне что потом придется всего сначала опять проходить туда, опять срать по второму разу. Что-то какая-то не очень перспективка, короче. А может, они и не будут доделывать, может, и новую игру сразу сделают. В любом случае, надо брать разработчика на карандаш, как я это сделал с этим, с Outlast, да, Red Barrels. Я запомнил, что контора Red Barrels, красные пули, она сделала Outlast. И когда еще что-то сделают, сразу проголосую за игру рублем. Вот, потому что... Красавчики! Здесь, конечно, скримеры были, наверное, даже слишком обосрачные. Смысл приходил... Но здесь очень классная игра, что смысл приходилось искать постоянно в происходящем. В этой, блядь, вакханалии, блин, не знаю, сатанизма какого-то. Извращенство, искать какие-то крупицы смысла вообще происходящего. Что творится, за что такие кары, вот. Вот, но концовки, конечно, не хватает, просто жопа. Ну, в общем, думаю, что больше добавить нечего, короче. Ну, пишите, жмите, все. Всем спасибо, все свободны. Кстати, сейчас на днях еще какой-то хоррор вышел. Завтра запилю какой-нибудь первый взгляд. Может, тоже год. Годнота, но, блядь, надо понимать, что среди инди-хорроров годнота выходит раз в пять лет, наверное. Остальное все говнище, типа, вон, Гритберта, где скример какой-то, блядь, еблана с топором вставили и счастливо. Вон, скример, вот эта баба дерганая, вот это скример, я ее рот топтал. Я так подозреваю, что она могла бы и напасть, в принципе, если бы при вхождении или при каких-то... Ну, тут сказали как, что, типа, некоторые скримеры зависят от стиля игры или что-то типа того. То есть, там, если ты, там, допустим, дольше стоял, смотрел в окно, там, за которым, за окном, комната, сзади бы появился какой-то скример. Ну, я такие вещи просто жопой чувствую, что, нахуй, не надо смотреть в это окно, что будет какая-нибудь хуйня. И просто не стал в него смотреть. Вот. Кстати, можете кинуть видео, я посмотрю этот скример, как кто-нибудь другой там обосрался. А мне повезло, и ладно. Все, короче, ладно, третий раз прощаюсь уже. Адьё. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...